Теперь посмотрим, как же к этому относятся археология. Итак, вот смотрите, ближайшая ситуация. Вот памятники Мощинской культуры, которые располагаются на Верхней Оке, которую я уже показывал. Вот самые северные и близкие к ним памятники Черняховской культуры, те самые годы, которые располагаются на реке Сейм. Это современная Курская область. Не так далеко, но тем не менее. Итак, первые контакты мощницев с черняховским населением относятся ко второй половине третьего века. То есть задолго до того, как король Гермонарих, несмотря на свою очень длинную и насыщенную событиями жизнь, наверное, даже родился. Основание это находки вот этих вот изделий, фибул группы Альмгрен-7. Это застежки с очень высоким таким иглоприемником. То есть вот здесь была игла, которая застегивала одежду. И вот очень характерная специфическая форма вот этих застежек. Она нам говорит о том, что вот эти находки, причем сделаны они были только впервые в прошлом году на памятниках Мощинской культуры. До этого мы об этом не знали. Так что это довольно свежая информация. Они нам говорят о том, что да, вот эти изделия черняховских мастеров попадали на верхнюю окку, к нам сюда, в Тульскую область, уже во второй половине третьего века. Причем вот именно застежки такой формы маркируют самый ранний горизонт черняховской культуры. То есть как только сформировалась вот эта вот черняховская культура, которая соответствует годскому королевству третьего, четвертого века, до того, как готы уходят дальше в Европу и у них дальше большая и бурная история, они сразу приходят, имеют контакт с верхней оккой, с нашим населением. Хорошо, кто такие памятники типа Каширка-Сиделки? Где они расположены? Самые близкие к нам расположены в Ефремовском районе Тульской области на реке Красивая Меча. Это другие притоки Дона, Быстрая Сосна, Течение Дона, Воронежа. То есть вот такие вот это. Это поселения, оставленные смешанным населением. Ну как бы главную роль в этом играют раннеславянские древности. Но здесь очень сильно ощутимо влияние черняховской культуры. То есть это не часть черняховской культуры, но, как любят говорить археологи, черняховская вуаль. То есть самые близкие их, как бы, ну как не знаю, зависимые от них люди. Ну, проводники, можно сказать, их политики. И живут они совсем близко, потому что уже от реки Красивая Меча до Упы, где начинаются там первые мощенские памятки, уже рукой подать. То есть это некий мостик, через который могли общаться жители Готского королевства и жители Верхней Акины. Когда они появляются? Ну, появляются они тоже с фибулами, застежками группы Альмгрен-7. То есть все происходит в одно и то же время. Существуют они, начиная со 2-3-3 века, то есть с самого начала, с появления черняховских памятников, с появления мощенских памятников. И существуют до первой половины 4 века. Вот опять эта застежка, которая нам рассказывает об этом. Итак, эти памятники около середины 4 века гибнут в пожарах. При этом нет следов штурма, население просто уходит. И археологи, когда изучают сгоревшие в результате каких-то военных столкновений городища, они немедленно получают большую серию брошенных горшков, вещей, либо убитых людей. Здесь ничего такого нет. Такое чувство, что это население было эвакуировано. Они собрали все мало-мальско ценные вещи, уехали и подожгли свои дома. То есть это добровольный, недобровольный, но достаточно мирный процесс, когда эти люди уходят, и от них остаются вот эти вот сгоревшие поселки. Итак, а что же происходит на мощенских памятниках середины 4 века? Вот это картинки из моей работы, вот начало мощенской культуры, вот ее второй горизонт, который нас больше всего интересует. И дальше она продолжает существовать. Что же отличает горизонт мощенских памятников середины 4 века? Давайте посмотрим. Во-первых, это следы пожаров. Вот эти фотографии мне очень дороги, потому что это первый раз, когда мне удалось зафиксировать этот слой пожара. Случилось это в 98 году на городище у бывшей деревни Борисово в Ясногорском районе. Заливши раскопками в склон городище, мы нашли вот такой вот большой слой пожара. Ну, тут, наверное, цветопередача не очень хорошая, в котором были крайне любопытные находки. Вот. Ну, вот это вот археологический чертеж этого всего. То есть, после того, как это городище сгорело, оно не было оставлено населением, и поэтому следы этого пожара были просто выброшены под обрыв. То есть, площадка была расчищена, и все эти сгорелости вместе с битыми горшками и другими находками были ссыпаны под обрыв, и люди продолжили жить уже на ровной поверхности, без следов этого катастрофического пожара. Что мы здесь имеем? Кроме битых горшков, мы имеем оружие, которое говорит о том, что этот пожар произошел не просто так. и находку вот такой вот черняховской фибулы, которая нам и позволила датировать этот пожар, о чем я чуть попозже скажу. Следом, ну, если бы это дело ограничилось одним случаем, может быть, и это не было бы причиной сегодняшнего доклада. Но на самом деле во многих местах, вот здесь для примера приведен еще один сгоревший дом этого же времени, который был изучен на городище Супрут Ещёкинского района. Вот здесь вот хотелось бы обратить внимание, на самом деле решить хоть какую-то археологическую сложную задачу можно только с помощью тщательных раскопок. Потому что вот вы видите, вот здесь вот контур этой постройки, вот остатки ее печки. И здесь куча других, ям другого времени. Причем, ну вот, цена деления вот этого квадратика всего один метр. И поэтому, если с поверхности выдернуть находку из слоя, мы никогда не разберемся, из этого, из этого, из этого, из этого, вот этого, вот этого или вот этого объекта она происходит. Это все будет в радиусе двух метров. Но эти все постройки совершенно разновременные. Вы видите, как на стратеграфии вычерчены слои. То есть вот это прорезает это, это находится под этим, это перекрывает вот это. Вот это и есть археология. Вот именно такие данные при таком тщательном изучении, ну сколько здесь, буквально там 30 квадратных метров слоя изучено тщательно. Большим специалистом, моим учителем Александром Вадимовичем Григорьевым. Это позволило сделать вывод. Это является основанием для исторических выводов. Но, а то, что к нам попадает как подъемный материал или как случайные находки, может, извините, только дополнять эту картину. Ну, немножко более раскрасить. Вот здесь тоже набор посуды, обломок боевого топора и опять застежка, которая нам позволила в результате все эти объекты синхронизировать. Однажды, вот эта картинка из нашей статьи с Игорем Олеговичем Гавритухиным 2008 года, когда стало понятно, что на разных мощенских памятниках есть слой пожара, в которых находятся очень похожие вещи. И для того, чтобы вот этот вот слой привести к абсолютной дате, то есть, чтобы было понятно, чтобы можно было сказать, какого века этот пожар, какой ее части, очень важны вот эти находки. Это застежки, фибулы, которые когда-то были сделаны либо черняховскими мастерами, либо в подражание к ним. Вот они и здесь выпали. Их тогда было вот сколько-то, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь штук. Вот. Но важно было, что они происходили из комплексов, из слоев городищ. По сочетанию признаков, изучая вещеведческий аспект этой проблемы, мы установили, что сочетание вот этого варианта, таких застежек, второй вариант прогнутых подвизных фибул, но это сложно рассказывать и долго, третий вариант, и вот такие воинские фибулы со сплошным приемником, каждый из этих находок может датироваться достаточно широко, но вместе они могли встретиться достаточно в узкое время, около середины четвертого века. Таким способом мы понимаем, что это важно для нашей темы. Ну, естественно, еще раз хотел подчеркнуть, что для этого горизонта характеризуются находками предметов вооружения. Топоры, их обломки, стрелы, копья, удила. Это говорит о том, что было военное вторжение, были столкновения, и эти городища горят. Какие же городища горят? Ну, к сожалению, на этом слайде я постарался выделить красными точками те городища, которые мы знаем, что сгорели в это время, но я их вам так покажу. Ну, в общем-то, здесь не очень видно. Это вот Борисовское городище, Торховское, Щепилово, Синево. То есть, это вот этот вот, можно сказать, участок. Причем, конечно, я не могу сказать, что мы до сих пор изучили все вот эти многочисленные городища, которые нам известны по разведочным данным, и можем сказать, какие из них горели, какие из них не горели в это время. Такого объема раскопок пока не было. К несчастью, это слабо финансируемая часть жизни научные исследования. Для того, чтобы удостовериться и точно сказать, что из этого было сожжено в это время, нужны масштабнейшие работы, финансирование. Я надеюсь, когда-нибудь это случится, и мы все будем точнее знать. Как сюда могли попасть дружины Гермонариха? Есть такая давняя идея и фикс, что на самом деле тот Муравский шлях, которым нам известен по уже позднесредневековым источникам, по книге «Большому чертежу», то та дорога, которая существовала в 16-17 веке, по которым приходили с набегами крымские татары. На самом деле это же, конечно, не дорога, там же не стояло столбов и не было разметки. Это просто наиболее прямой и удобный путь по водоразделам рек, чтобы прийти со стороны степи в лесную зону к нам суда. Соответственно, вот смотрите, вот это Сейм, там жили Готы, это были Черняховские, Готское королевство, Черняховские памятники. Вот памятники типа коширки сиделок, которые были эвакуированы и сожжены. И вот те самые мощенские городища, которые тоже были сожжены. Вот здесь не очень хорошо видно, но вот эти речки по этому коридору названы в книге «Большому чертежу» как основные ориентиры, как двигаться по муравскому шляху. Вы видите, что в принципе направление движения и вероятное такое движение вполне здесь обосновано. Учитывая то, что мы знаем о восточной части Готов, Остроготов, которым и, собственно, руководил Гермонарих, он же был готским королем, но не на всей территории. Были территории, прилегающие к Дунаю, это другие Готы, и Готы, которые подчинялись Гермонариху. Их характеризует наличие кавалерии, сильные конные дружины, соответственно, они, скорее всего, пришли бы по тому же пути, который был в XVI-XVII веке удобен для крымских татар, которые тоже были кавалеристами. Соответственно, это все размышление тоже, в общем-то, не лишено своих резонов. То есть, как это могло произойти, когда это могло произойти, ну, в общем-то, переходим к выводам. Итак, мы точно можем сказать, что на мощенских поселениях есть следы войны середины IV века. Примерно в это же время исчезают памятники Типкоширки-сиделки, которые уже сказал, были эвакуированы и сожжены. Таким способом, что велика вероятность, что это следы походов Гермонариха. Что вот мы можем это установить. Но, естественно, мы поручиться за это не можем. Наука не стоит на месте. И, наверное, другие данные, если проводить масштабные работы, все это уточнят. Вот, как я уже сегодня упоминал, например, до буквально прошлого года мы не могли сказать, когда же началось черняховское влияние на мощенские памятники. С другой стороны, все эти выводы ставят очень серьезный вопрос. Как следует из того, что я сказал, какие-то торговые и культурные связи между Готским королевством и теми людьми, условно назовем их колдами или голядью, которые жили на Верхней Оке, начались еще во второй половине III века. Зачем же тогда, почти через сто лет, Готскому королю германариху понадобилось их завоевывать? Ну, к сожалению, на этот вопрос нельзя дать никаких прямых ответов. Может быть, он бы хотел от них большего подчинения. На самом деле, если уйти чуть в сторону, то те же самые Окские финны, изучением которых занимаются мои коллеги, они тоже вполне были замечены в связях с Готами. Там тоже на памятниках, в погребениях известны массовые находки изделий черняховских мастеров, которые задолго до похода в Германариха попадали туда на Среднюю Аку. То есть, существовала торговля и с ними. И если их тоже пришел замоевывать Германарих, зачем же было это сделано? Ну, на этот вопрос я не могу дать никакого внятного ответа. Поэтому поиски северных народов продолжаются. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо. 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 Продолжение следует...